В Беларуси создают ракетный комплекс с дальностью до 300 километров, а новый космический спутник принесет стране существенную прибыль. Об этом президенту сегодня доложил председатель военно-промышленного комплекса Сергей Гурулев. Ровно месяц назад в белорусской спутник связи Белинтерсат-1 успешно вывели на орбиту с китайского космодроба Сичан. В зону покрытия космического аппарата входит почти вся Европа, а также страны Африки и Азии. Это позволит Беларуси предоставлять зарубежным потребителям полный спектр современных услуг спутниковой связи, включая теле- и радиовещание, а также спутниковый интернет. Белинтерсат-1 стал вторым белорусским космическим аппаратом на околоземной орбите. Первый спутник дистанционного зондирования Земли был запущен с российского космодроба «Байконур» в июле 2012 года. Мы давно стали с гордостью называть себя космической державой. Действительно так. Если мы, упражняясь, когда-то запустили свой спутник дистанционного зондирования Земли, главное было в том, чтобы осваивать потихоньку космические технологии и результаты экспортировать. То есть продавать результаты, снимки, которые мы получаем с этого спутника. Этот этап мы прошли. Из своих коротких штанишек, можно сказать, мы выросли. Долго мы работали вместе с Китайской Народной Республикой, чтобы запустить наш второй спутник, но уже спутник связи. Связь это и нам нужна. У нас есть ресурс, мы его можем предоставить другим государствам. Китай заключил уже с нами процентов на 15-20 договор от этого ресурса спутника. Ну и дальше мы можем продавать этот ресурс. И мы планируем спустя несколько лет получить хорошую прибыль от работы нашего спутника. Наземную часть ЦУПа мы совершенствуем, так я понимаю. Мы построили в Станьково наземную часть. Я планирую 12 апреля. 12 апреля мы официально дадим старт работе после всех испытаний и тренировок этого спутника. Мы дадим старт работе этому спутнику. Спутник переходит в управление к Беларуси. По словам Сергея Грулева, новый спутник будет востребован не только зарубежными заказчиками, но и в Беларуси от теле- и радиоканалов до банковской сферы. Также разговор коснулся оборонной стратегии Беларуси. Мир неспокоен. У нас действительно принята оборонительная доктрина, наша военная доктрина. Но тем не менее и обороняться надо, иметь что-то в стране. Более того, надо иметь оружие, которое бы все-таки предостерегало потенциального противника или соперника нашего не воевать с Беларусью. Мы должны иметь оружие, которое может нанести неприемлемый ущерб некоему сегодня гипотетическому противнику. Поэтому, мною была определена в этом плане задача – это ракеты. Ракетные технологии, создание собственной ракеты и так далее. Мы ее создали. Мы ее поставили на вооружение. Сейчас расширяем. Тоже дрожали, ныли, ну по-белорусски кажучи. Стонали. Вот это мы можем, не можем. Ах, ракета. Сделали. За полтора года мы на вооружение поставили ракету. И вот сделайте по тем, я имею в виду старые наши советские предприятия, где мы должны модернизировать их, создать на новейших технологиях то, что нужно всему миру и прежде всего Беларуси. До 1 июля вооруженные силы Беларуси полностью оснастят отечественным ракетным комплексом «Полонез» с дальностью поражения в 200 километров. В течение ближайших двух лет разработчики обещают создать и поставить войска новую ракетную систему дальностью до 300 километров. Это максимальная цифра, которая позволяет договор об обычных вооруженных силах в Европе.